Здравствуйте! На канале ВКТ Время новостей. О событиях среды 2 ноября вам расскажут мои коллеги и я, Инга Габешия. Семьям жертв крушения вертолета выплатят до 2 миллионов рублей. Продолжается расследование ЧПН на Цемлянской. Снести объекты незаконной торговли, проложить тротуар, убрать мусор – это лишь некоторые из поручений мэра по итогам обхода КСМ. Отопительный сезон в Сочи стартует уже 3 ноября за жилые дома в ответе управляющей компании. В следующем году ГТО будет сдавать взрослое население Сочи, а сегодня бегали, прыгали и отжимались выпускники 9-11 классов. Оценить ущерб, нанесенный упавшим на дом вертолетом. Такое поручение дал глава города Анатолий Пахомов. Накануне он побывал на месте крушения винтокрылой машины на улице Цемлянской. Напомню, вертолет упал во двор жилого дома накануне около 14 часов дня. Падая, он повредил опору линии электропередачи, два автомобиля и постройку во дворе частного дома. Действительно, подворье пострадало, там летняя кухня разрушена, пострадали два легковых автомобиля наших жителей. В этой связи я дал поручение исполняющему обязанности Адлерского района Сергею Ивановичу Петрову, чтобы он вместе со страховыми компаниями и со службами полиции определили степень нанесенного ущерба. И естественно, что этот нанесенный ущерб будет передан тоже той компании, которая осуществляла здесь полеты. Вертолет принадлежал авиапредприятию «Ельцовка» из Новосибирска. По предварительной информации Росавиации, людей перевозили незаконно. Лицензии на такую деятельность не было. Сейчас транспортная прокуратура по факту крушения продолжает проверки. Рассматривается две версии произошедшего – отказ техники и ошибка пилота. И добавлю, что в результате ЧП пострадали пять человек, еще двое погибли. Кандидат в мэры. Губернатор Вениамин Кондратьев предложил Евгению Первышову выдвинуть свою кандидатуру на конкурсное место главы Краснодара. Маленький Париж – южная столица. Как только не называют Краснодар. За последние несколько лет город сильно изменился. Это отмечают гости. Фонтаны, парки, скверы и бульвары. С каждым годом столица Кубани растет и развивается. Краснодар уже давно обосновался на первых местах в многочисленных рейтингах. Он входит в пятерку лучших городов по качеству жизни. Его называют самым благоустроенным. Здесь удобно вести бизнес. Но главную оценку все же дают те, для кого все это делается – жители. Спустя пять лет назад, если считать, была деревня. Сейчас, конечно, город очень преобразился. Преобразился в сторону чистоты. Настолько чистый город. Дороги стали в центре делать хорошие. Но надо, чтобы вот там дальше делали дороги. Конечно, побольше бы уделяли внимание на строительство школ, детских садов, потому что я работник этой сферы. Ну и спортивного. Что-то побольше, конечно, спортивных комплексов. Проблем, как и в любом мегаполисе, достаточно. Недоработок много в благоустройстве, работе ЖКХ, социальной сфере, градостроительной политике. Вопросы, связанные с развитием города, сегодня Кондратьев обсудил с бывшим вице-мэром Краснодара, а сегодня руководителем одного из департаментов Минстроя России Евгением Первышевым. Я долго анализировал и думал, кто может дальше повести муниципальное образование Краснодара. И пришел к выводу, что это должен быть местный человек. Местный, который знает, как я сказал, проблемы города, который работал в городе, который понимает, что нужно сделать для того, чтобы город, не потеряв существующий потенциал, стал еще сильнее. Чтобы проблемы, о которых сегодня говорят горожане, все-таки слышались властью, слышались мэром. Среди первоочередных задач – вопросы застройки. В новых микрорайонах зачастую нет социальной инфраструктуры. Для детских садов и школ просто нет места, потому что в проекте их не учли. В течение года власти края вели большую работу и следили за тем, чтобы застройщики обеспечивали покупателей не только квадратными метрами, но и всем необходимым для нормальной жизни. Все эти вопросы предстоит решать новому руководителю Кубанской столицы. Краснодар должен искать свои точки роста. Он должен, так же, как и все муниципальные образования края, научиться зарабатывать. Речь идет об улучшении жизни жителей города, о комфорте. Те, кто живет на окраине Краснодара, хотя бы чуть-чуть, чтобы не было так же, как в центре. Это очень важно. Эти все задачи стоят перед мэром, который сегодня и должен стать в первую очередь менеджером. Менеджером, который сможет запустить такие экономические процессы, которые смогут увеличить в первую очередь поступление в городской бюджет. Сделать Краснодар более-менее единым по комфорту проживания. Для собеседника губернатора эти вопросы хорошо знакомы, поэтому именно Евгению Первышову, Вениамин Кондратьев, предлагает стать кандидатом на конкурсную должность главы Краснодара. Учитывая ваш опыт работы и в округе Краснодара, и в городской думе Краснодара, в администрации Краснодара, вашу активную жизненную позицию, молодость, энергию, я считаю, что вы очень много сможете сделать для Краснодара и краснодарцев. И, конечно, здесь очень важно верить в себя, верить в этот город, верить в жителей, которые на самом деле тоже очень хотят, поверьте мне, очень хотят сделать свой город еще более краше, еще более процветающий, экономически сильнее. Я предлагаю вам выдвинуть свою кандидатуру на должность мэра Краснодара и смело идти вперед и реализовать все то, о чем мы сейчас с вами говорили. Я желаю вам удачи. Спасибо большое за такое, я бы сказал, даже не предложение, а ответственное поручение. Я постараюсь применить весь свой опыт, все свои умения, возможности на благо нашего города Краснодара. Нового городоначальника выберут на заседание городской думы в декабре. В октябре была сформирована комиссия, в которую вошли представители городской и краевой администрации. Они выберут несколько претендентов. Со своей программы каждый выступит перед депутатами, которые примут решение. Елена Касабова, Александр Иванченко, Денис Перец и Алексей Комаров. Кубань 24, Краснодар. Работа в поле, уборка еще идет, а край уже засеял озимые. Так прокомментировал завершение Сева Культур в своем микроблоге губернатор Вениамин Кондратьев. Все семена 100% отечественные. Настоящее импортозамещение. Осталось собрать лишь кукурузу и свеклу. По последней урожайность рекордная – 547 тонн с гектара. 466 было в прошлом году. Добротный сельхозгод. Как отметили в Краевом Минсельхозе, в этом году под озимую пшеницу и ячмень на Кубани отведено более полутора миллионов гектаров земли. Спасти команду футбольному клубу Кубань нашли нового инвестора. По итогам переговоров с региональной администрацией, стать им согласился Мишель Литвак, владелец компании ОТЭКО. На встрече с болельщиками бизнесмена представил губернатор края Вениамин Кондратьев. Я, понимая проблему финансовой ответственности в своей состоянии команды футбольного клуба Кубань, максимально прилагал усилий для того, чтобы эту проблему решить. Я решил вас всех собрать, чтобы представить нового нашего партнера футбольного клуба Кубань. Это Мишель Литвак. И здесь я хочу заявить уже официально, что 75% футбольного клуба Кубани переходит к нему, 25% и 1% остается украй. Это блокирующий пакет, который не позволит никакому нашему партнеру, а я надеюсь, Мишелем будем надолго принять решение о ликвидации клуба Кубань. Это принципиальная позиция, футбольный клуб Кубань. Ни при каких обстоятельствах не может быть ликвидирован. Ни мы его создавали, ни нам принимать решение, и никому принимать решение о ликвидации футбольного клуба Кубань. В Краснодарском крае Мишель Литвак ведет бизнес 16 лет, в том числе развивая порт в Тамане. Главной задачей в развитии клуба предприниматель считает создание собственной футбольной школы, где бы выращивали звезд в основной состав команды. Напомню, сейчас футбольный клуб Кубань находится на 13-м месте футбольной национальной лиги. Второй по силе в России. Комиссия Международной Федерации Футбола оценила подготовку стадиона Фишт и Сочи к проведению Кубка Конфедерации. В инспекционном визите приняла участие и делегация Кубани. Ее возглавил вице-губернатор Николай Далуда. Делегация FIFA во главе с руководителем департамента по подготовке чемпионатов мира Кристианам Унгерам на стадионе Фишта смотрела помещения для команд, спортивные зоны, сектор журналистов, трибуны для ВИП, гостей и зрителей, технологические помещения. Инспекторы оценили качество футбольного газона. Они остались довольны ходом работы, темпами строительства предматчевых тренировочных площадок в Адлере. На объектах уже завершены фундаментальные работы и начато возведение зрительских трибун. По итогам осмотра представители FIFA и Оргкомитета «Россия-2018» вместе с краевой делегацией подвели итоги и обсудили вопросы, требующие проработки. Комиссия высоко оценила ход работы, однако эксперты обратили внимание на отставание работ по монтажу систем IT-технологии. Несмотря на существующее отставание, Краснодарский край в установленные сроки выполнит все обязательства. Все будет готово к концу ноября, отметил вице-губернатор Николай Далуда. Следующий визит комиссии FIFA в Сочи планируется в начале 2017 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. Снести объекты незаконной торговли, проложить тротуар, убрать мусор – это лишь некоторые из поручений, которые дал глава города Анатолий Пахомов по итогам обхода микрорайона КСМ. Расскажет Ольга Десятого. Обход КСМа начали с центральной площади микрорайона. Здесь и остановка общественного транспорта, и объекты сферы услуг, а еще многочисленные торговые точки. Слух о том, что в микрорайон с обходом приедет мэр, как ветром сдул всех продавцов уличных лотков, которые обычно заполоняют так называемый пятачок. Но даже и без них к торговому облику центра КСМа у мэра остались вопросы. Остался недоволен глава города и санитарным состоянием местного мини-рынка. Продавцы в погоне за прибылью напрочь забывают о чистоте. Паутина и грязь здесь уже привычная картина. А именно с уборки на своем рабочем месте свой день должен начинать каждый продавец, уверен мэр. Далее маршрут обхода прошел по центральной улице микрорайона, по улице Труда. Здесь главная проблема – отсутствие тротуара. Пешеходам приходится идти либо по проезжей части, либо по лужам и грязи. Мэр дал поручение решить вопрос. Вообще КСМ отметил Анатолий Пахомов в части санитарного состояния и благоустройства в числе отстающих необходимо повышать и правовую грамотность населения, считает глава. Так, например, требовать от городских властей ремонта многоквартирных домов – это заявка не по адресу. Мэр объясняет, это задача самих жителей. Первый шаг – выбор формы управления. ТСЖ или управляющая компания. Люди надеются на то, что власть возьмет, увидит, что у них обшарпанный фасад и отремонтирует. А ведь у власти уже нет таких прав. Дело в том, что капитальный ремонт, да и вообще ремонт, делаться будет исключительно по программам. Либо программы фонда реформирования ЖКХ, либо вот по накопительным формам. В ближайшее время в каждом из многоквартирных домов района пройдут встречу с жителями, где им еще раз расскажут, как они должны управлять своим общим имуществом. Дошла большая делегация из сочинской администрации и до бывшего дома культуры микрорайона. Здание здесь ждет ремонта уже много лет. Я дал поручение начальнику управления культуры, чтобы она вышла на Министерство культуры Краснодарского края и вошла в программу. Мы бюджетом города Сочи готовы на софинансирование участвовать в ремонте этого дома культуры. Деньги в этом случае будут учтены в краевом бюджете на 2017 год. Тогда же приступят к ремонту здания. Но что касается итогов обхода, мэр отметил, в микрорайоне еще предстоит немало работы. И активно участвовать в ней должны не только чиновники, предприниматели, но и простые жители. Тем более, что впереди день города. А свой главный праздник курорт просто обязан встретить чистым и ухоженным. Отопительный сезон в Сочи стартует уже 3 ноября в четверг. Все котельные курорта выпустят тепло. Такое поручение дал глава Сочи в связи с установившейся на курорте прохладной погодой. Все системы отопления уже проверены, промыты, опрессованы и полностью готовы к работе. Но чтобы батареи стали горячими в квартирах сочинцев, управляющие компании или ТСЖ должны пустить тепло в дом, провести работы по сбросу воздуха, наладке системы. В некоторых случаях это может занять 2-3 дня. В случае, если 3 ноября тепло в квартиру не поступит, жителям необходимо обращаться в свою управляющую компанию или ТСЖ. Также в городе работает единая диспетчерская служба администрации города, специалисты которой могут проконсультировать по вопросам ЖКХ. Номер телефона – 264-04-44. Ну а в социальные объекты города тепло уже поступило. Во всех школах и детских садах батареи стали горячими. Сегодня глава курорта Анатолий Пахомов это проверил лично. Чтобы включить отопление досрочно, необходимо, чтобы среднесуточная температура 5 дней стояла 8 градусов. У нас такого пока нет. Но тем не менее, я дал поручения и все школы, детские дошкольные учреждения, лечебные учреждения. Уже сегодня все до единого были подключены к системе отопления. И это бюджетные организации, и мы можем принять такие меры. В администрации Сочи состоялось очередное, уже 23-е по счету заседание Межведомственной комиссии по борьбе с неформальной занятостью на курорте. Мобильные группы отчитались о результатах проверок, которые коснулись всех отраслей города. Вывести из тени сочинских предпринимателей – это главная задача созданной комиссии. На начало работы мониторинговых групп на курорте было выявлено 70 тысяч неоформленных работников. Сегодня эта цифра в разы меньше, но все же нарушителей трудового и налогового законодательства в Сочи еще немало. Зарплату в конвертах получают и в транспортной, и в строительной, и в потребительской сфере. Вы делаете тех людей, которые у вас работают, нищими во время их самого тяжелого периода, когда они уходят на пенсию. Они работали, а практически им деньги давали без оформления. Естественно, что они везде проходят как безработные. Вы же продолжаете этим заниматься? Вы продолжаете делать людей несчастными? Что же делать? Государство будет наказывать, штрафовать, дает дело до уголовной ответственности. У государства есть такие рычаги. Не меняется ситуация на предприятиях, работающих по серой схеме, и после проверок трудинспекторов. Многих руководителей придется штрафовать повторно. Причина порой в недопонимании. Зачастую предприниматели юридически неграмотны. И здесь вина специалистов городских управлений, которые ведут мониторинговую работу, отметила заместитель главы Сочи. Ко всему прочему, надо вести не выборочную проверку, а тотальную. Вот вы слышите, что вы не дорабатываете. Зачем нам на комиссии один этот человек? Мы ее сейчас отдадим, ее оштрафуют по полной программе. А у нас таких с вами сотни. Я вам увеличиваю коду. Просто давайте нам по 10 фирм, чтобы наконец-то до них до сих дошло, чтобы мы не играемся. И мы хотим, чтобы везде у нас был А. Во-первых, все люди должны быть оформлены. И второе, чтобы бизнес процветал. Но процветать он может только цивилизованно. А так не должно быть, что мы работаем, платим налоги, а кто-то получает деньги, ничего не платит. Все хорошо, но все пользуются нашими школами, нашими дорогами. Не справедливо. А еще это и вопрос безопасности, отмечают власти города. Неоформленные работники, те, о которых работодателю мало что известно, могут быть опасны для общества. Такие прецеденты в Сочи уже были. В Сочи прошла профилактическая операция «Автобус». Ее цель – предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта. В рамках операции инспекторы ДПС вместе с сотрудниками ГИБДД Сочи выявляли нарушение правил дорожного движения водителями общественного транспорта. Также следили за выходом автобусов на линию, проверяли техническое состояние транспорта и наличие путевок. Проводили с водителями автобусов профилактические беседы. Всего за время операции проверено около 200 автобусов. Составлено 82 административных материала. Из них 21 в отношении должностных лиц, ответственных за выпуск транспорта на линию. Кроме того, выявлено два автобуса, которые выпускались на линию без прохождения технического осмотра. Городской маршрут номер 94 с сегодняшнего дня изменился. А теперь автобус по пути в центр города не будет заходить на Красноармейскую и идти вдоль парка Ривьера. Вместо этого поедет по улице Гагарина. Такое решение, уточняет компания-перевозчик, принято по результатам мониторинга и в интересах самих пассажиров. Люди очень хотели и попросили, чтобы маршрут ходил через жизневажные объекты. То есть это центральный рынок, автовокзал, ЖД вокзал, да, еще и центральная поликлиника. Поскольку там людей приходилось с улицы Чехова, километра полтора два пешком идти, чтобы садиться на другой автобус, чтобы добраться туда иди в вещи на знания места. По Брусбеев, мы это изменились, по Гагарине едем, въезжаем по улице Московской, правим поворотом на улице Горковой и дальше по следованию маршрута. В Сочи снова примет Кинотаврик. Международный детский фестиваль искусства и спорта пройдется 2 по 8 ноября. Участниками станут артисты в возрасте от 6 до 17 лет, а также дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитанники детских домов, школ, интернатов. И важный момент. На время Кинотаврика в Сочи изменится схема движения. Изменения коснутся улицы Театральной. Проезд по площади будет запрещен. Транспорт пустят со стороны служебного входа Зимнего театра. Именно в Зимнем театре и на других сценических площадках города участники будут состязаться в 7 номинациях. Вокал, хореография, мода, театр, сценическое искусство, фильм детских и юношеских киностудий и оригинальный жанр. Также в рамках фестиваля состоятся мастер-классы от членов жюрей. В один из дней конкурсанты вместе с президентом фестиваля Оксаной Федоровой организуют благотворительную поездку в дом ребенка, навестят малышей и привезут им подарки. Юные художники из пяти регионов страны пишут Сочи. В 16-й раз творческая школа принимает на курорте одаренных детей Юга России в рамках проекта Пленэр «Открытый воздух общения». Слово Татьяне Говорковой. И вот смотри, вот этот план сейчас, вот этот сейчас не крышу, а вот здесь сейчас это запишу. Поним? Как написать пейзаж творчески правильно и красиво, юным художникам советуют преподаватели. Участники проекта Пленэр представляют художественные школы из Астраханской области, Ставропольского и Краснодарского края, также Республики Калмыкия. И опять ребят из Сочи. Каждый из участников проекта уже достиг высоких результатов учебной и выставочно-конкурсной деятельности. Делия Мантусова привезла в Сочи своих лучших учеников из города Элиста. За неделю ребята побывали в Олимпийском парке и Красной поляне, посетили достопримечательности Центрального района Сочи, и каждая экскурсия была отображена в этюдах. Каждый день это настолько насыщенно, и так нравится все детям, просто они в восторге. И сам Пленэр, он им дает как практику, очень полезно. Наши дети за эту неделю уже расписались, уже кое-чему научились. Я просто в восторге от всей этой поездки, сама я пишу, сама тоже. Каждый день у юных художников расписан по часам. Творческий процесс начинается около 7 утра на море. Ребята отображают рассвет в виде небольших кратковременных цветовых этюдов. После пишут общие пейзажи. Сегодня первым объектом для зарисовок стал парусный центр. После ребята выйдут на Пленэр в другие места, и так до самого вечера. Таким образом, в день у них набирается до 17 видов работ. Таких набросков и зарисовок собирается достаточно много, поэтому мы проводим просмотр каждые два дня. Отбирают несколько работ лучших у каждого ученика для итогового просмотра, который состоится ориентировочно 4 ноября. Отберут преподаватели или жюри лучшие работы. Из этих лучших работ будет выставка. Выставка и награждение победителей состоится 5 ноября в фойе художественной школы номер один имени Пахомова. Помимо Пленэров, юные художники посещают мастер-классы, где советы им дают не только педагоги художественных школ, но и известные мастера. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. В следующем году норму ГТО будет сдавать взрослое население Сочи, а пока в рамках второго этапа осеннего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО на стадионе первой спортшколы бегали и прыгали вдалину, отжимались и подтягивались выпускники 9-11 классов. Для выпускников школы-гимназии это не просто бег на 60 или 100 метров и демонстрация своих спортивных возможностей, это еще и дополнительные баллы при поступлении. За золотой значок 2 балла, за серебряный 1. А вообще каждый вуз сам устанавливает свои правила. Правилом сегодняшнего утра для юных сочинцев было сдать нормы ГТО в соответствии со своей подготовкой. Я считаю, что я более-менее нормальный результат показал, из-за того, что я занимаюсь уже полтора года в зале, и там дается большая физическая нагрузка на ноги, и из-за этого на короткие дистанции можно пробегать с нормальной скоростью. К сожалению, с первого раза получается не у всех. Сегодня сдавали нормы ГТО и школьники, и студенты в общей численности тысячи человек. Из них 300 – выпускники школ. По идее, надо было сдать 2 метра прыгнуть, но я не прыгнула 2 метра, я прыгнула 1,87 метра, но я не буду расстраиваться, потому что, постараюсь не расстраиваться, потому что, если будет возможность, я сдам еще раз весной. Каждые два года школьники могут пересдавать нормы ГТО, добиваясь лучших результатов. В следующем году последуют примеру своих детей – родители. Я думаю, мы начнем принимать нормы у административного состава города Сочи, у учреждений наших муниципальных. Мы тем самым хотим показать пример, что надо прийти, надо себя показать, надо как минимум сегодня уже начать заниматься, начать готовиться. На стадионе старшеклассники сегодня бегали на короткие длинные дистанции, а уже подтягивались, качали пресс, отжимались непосредственно в здании первой спортшколы. Продлится осенний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО до 3 ноября. Елена Авсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. И на сегодня это все новости. Завершаем выпуск по традиции информации от наших партнеров. Сеть салонов тканей для дома предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье и пошивштор на заказ. Партнер выпуска – бизнес-центр «Гранд». В «Гранде» большой ассортимент товаров для дома и ремонта, а также мягкой и корпусной мебели для интерьеров разных стилей и направлений. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok